А я напомню, что мы смотрим DPC вместе с Хавел Джолиун, экспертом по зрелищным каткам. Если хотите узнать подробности, переходите по баннеру по трансляции. А я напомню, что сверху еще и Team Spirit проиграли всего лишь первую карту на DPC на всем сезоне. Осталось, конечно, у них еще много игр, как, опять же, мы знаем прекрасно от их менеджера, и у них довольно интересные последние игры, но это первое поражение, первая карта, которую они отдали, она была именно для Na'Vi, а для Na'Vi, мне кажется, она чрезвычайно важна, потому что мы прекрасно знаем, с чем они столкнулись, да, с ситуацией, где они выходят после отпуска и встречаются с Ашерами, и показывают не самую зрелищную игру, и да, окей, они отжали там одну карту, но последние две были, честно говоря, крайне сомнительные. Мы, по-моему, с Остом комментировали, а ты, Серега, смотрел это. Я там на Crystal Maiden смотрел. Да. С ЦКшкой. Вот, и поэтому, мне кажется, даже если Na'Vi проигрывают эту серию, очевидно, что от них не ждали еще здесь прям вот победа стопроцентная, и даже, наверное, 30% от них не ждали, то в любом случае это очень серьезно поднимет их мораль, боевой дух, это то, чего, мне кажется, им очень-очень сильно не хватает. Что финал Тиаи? Это она. Это гранд-финал. Гранд-гранд. Гранд-гранд. Это тот самый, да. Na'Vi в гранд-гранд-финале, вот, наконец-то, не встретились. Это же, по идее, первая встреча с Инта. Да. Да. Ну, на ОГА-Пите они, наверное, могли пересечься, если там Na'Vi были, но, по-моему, их не было там, да. Na'Vi отлетели первую серию, вторую серию, уехали домой. Плюс. Вот, Spirit'ы отлетели последнюю серию. Зачем ехать домой, если ты уже дома, как и мы? Ну, я все равно хочу домой, я типа, конечно, поэтому я допускаю, что у них та же история. Буткемп-то хорошо, и наши судьи-то тоже, но дома стены помогают. Получается, Spirit'у нужно проиграть и на первой карте, и тогда и на второй. Или выиграть на двух. Это оба варианта, в которых ты едешь домой. Получается так. Давайте драфты, у меня Shinobi третий стоит на паузе. Камон. Мог бы смотреть доту, а Сид играет в Shinobi, кстати. О. Так, и что? Что? Ну, Radiant, Spirit, Last Peek, Spirit. Всех все устроило в первой карте. То есть у нас с Na'Vi взяли, типа, First Peek, Spirit взяли Radiant. Сейчас Spirit взяли, типа, Last... Или что там? Spirit взяли... Spirit'ы взяли, да, окей. Они взяли Radiant, Na'Vi взяли First Peek. Сейчас, видимо, Na'Vi взяли First Peek. А Team Spirit взяли Radiant. Все. Спасибо. Всех все устроило, повторяем, смотрим. Я не знаю, кто... Вот, напишите плюс в чат, кто прослушал от начала до конца монолог Митя и понял, что там происходит. Я остался в оптимальном фокусе. Я вообще ни одного слова не слышал. Потому что у меня, где-то посередине, я просто оборвался вообще в космос. Вместе с Серегой вот прям обнялись мы вместе и полетели нафиг отсюда. Ну что тупим-то? Минус в чат, если вы такие же, как мы с Серегой. Плюс в чат, если Кристалмэй неправ. И как ведущий, хотя бы кто-то должен был меня слушать. Нет, так я и говорю, что кто-то должен был тебя слушать. Поэтому я прошу тех, которые я отмечу. Так, ладно, давай так. Гримстрок. Окей. Я понимаю, что, может быть, монолог был не очень крутым. И я пытался понять его, в первую очередь, для себя. Но ты прослушал половину. Ставьте в ключ в чат, кто понял, чуть больше половины, но не до конца. Господи. Я уже отключился на моменте, где ты начал формулировать правила плюсов чат. Я с первого слова. Все так, все так. Пак. Хороший пик. Контр Квапа. Хор у нас. Да, да, я сижу, типа, кайфую. А Мино можете? Легко. Так, ну здесь пока очень открытый пик для Навиа. Ну, это хороший именно второй пик закрывающий. Опять же, тупак будет работать неплохо против Шадо Демона. Искать его по драке. Ну, и, опять же, на миде против Квапы. Вот этот бешеный. Через быстрый, если агоним можно пойти, то было бы неплохо. Мое лицо, когда без 20, 11 можно посмотреть такие шикарные игры, как Spirit против Навиа. Вот кому-то, наверное, завтра на работу. Кстати, да, сегодня же последний выходной, по-моему, да? Не знаю. Десятое число? Не знаю. Девятое. Я понимаю, что ты по-другим. А, нет, девятое. Я работаю четвертый день, меня все устраивает и так, потому что катка реально сочная, и завтра тоже будет сочная. Но одна. Ну, там вообще нижний дивизион, по-моему. Какая разница-то? Здесь нет плохих карт. Хорошо. Здесь плоховедущий. Да. Не, одна какая-то была... А еще рассказы про First Peak, про Reader's. На самом деле это очень важно. Но какая-то одна карта была, вот позавчера, вот мы сидели, типа, ну, ни рыба, ни мясо, полная шняг была. Но вот кто-то с кем? Navi HR, например. Пейт против... Navi HR. Navi HR вообще была. Одна из карт была полная фигня, первая, например. Знаете, скажу, нет, третья была просто скучная в одну сторону. Там был момент, типа, что, типа, все, команда выиграла, и пошел Ватсон на Фидел на Медузе. Это первая. Первая, знаешь, первая. Ватер-Сталкер, да? Ватер-Сталкер. Да, 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 да. И он, типа, просто пришел, типа, просто умер, разорался в какой-нибудь силу, и ты пошел, умер. Типа, вообще непонятно, зачем, куда, зачем, почему. Минус B, минус... Ну, тут его должны во второй стадии забанить. Тогда, да, нет, скорпус въем к тому, что это вот будет этот тот герой, которого против Нави просто будут банить в первой стадии. Да, его и банят, его Ашеры банили на регулярной основе. Просто смотри, первая ошибка от Спиритов, это они банят Спирита. Вот кто, если не Спирит, а Виспа. На Navi играет в Виспо неплохо. Неплохо? Ты винрейт его видел? Винрейт видел, но на Navi играют неплохо. Ну, хорошо, ладно, тогда ладно. Тогда не будет ничего говорить. Виспа опасный персонаж. Ну, вот если ты сам не хочешь против него играть, то лучше забанить. Да, так, фпшка была у Нави. Типа, они нормально смотрели, а Страст, это вот как раз и с Реджектами, когда с Лордаром уникли не получилось. Ну, это да. Можно всегда такую линию получить. Ну, эти-то просто сигнатурочка тролль. Посмотрите, какие баны проходят во вторую стадию. Сейчас просто суппортов не останется. Метовых. И с одной и с другой стороны. Безраптор все еще есть. Ну, скорее всего. Рубик есть, Худвинк есть из тех, что часто заберут. Безраптор появится для навеществ. Дарксир? Накси-арена. Пожалуйста, не надо. Дарксир не выиграет. Дот вот так же, как Андерлорд. Дарксир хуже Андерлорда. Седаксперты у меня тут унижают, хардлайнеров. Чего вы тут? Не-не-не, у нас не нужно унижать Дарксиров. Сильнее, чем делает Форсаж, который слил уже тысячи три ПТС, просто на нем играя. Да-да-да. Он подтверждает просто значимость этого персонажа. Ну, типа да, то есть мы просто на словах, а он на деле говорит, что это полная фигня. Три тысячи ММР на Дарксире слить. Ну, и типа, Андрей Юра их поднимаешь, Дарксире сливаешь. Покайфует, парень. Так, что, еще один суппорт. Ничего. Ты давай, Диздраптора забань. Все будет четко. И Лехе не останется. И будет Кристалл Мэйден. Ну, тренд еще. Вообще, Леха на инчет нормально играет. Много, скажем так, наиграл. Главное, чтобы Дави не поплыли, сейчас не поехал. Пятерка Фурион, там-то Кэрри Андайенг, тройка Пуч. Кэрри Андайенг, кстати, неплохо. Не очень полезно, но потенциал у него есть. Какой-то хитрый бан, да. Что там происходит, это реально? Я не знаю, 30 секунд типа на бан. У них очень хитрый. Одни потратили почти все доп. время, другие тоже. Святой сантехник. Давай, Патанч, ремонтируй. Хорош, братик. Прямо тебя. Санит Сталкер. Ого. Есть еще на Азави, мы там что-то поддержим. Я не думаю, что на Азави будут докреплять, типа, контроль Буанаром против Куапы. Санит Сталкер просто у всех этих ребят нормально продушим. Они испугались просто. Ну, хороший был от генерала тогда этот Сталкер. Мощный Сталкер был. Опять же, на первой карте против Ашары. И, наверное, испугались. Слушай, он против Шадоу Демона, так же, как и Пак, работает на ура. Не даст этому герою вообще играть. Что, еще один суппорт? 20 секунд, им надо что-то брать. У нас чат гениев, там, реальная часть, наверное, даже поняла, где-то процентов 40, наверное. Да, да. Чат, увы, лучше. Там, правда, потом начинается месиво, вот это все непонятное, но... Вторая часть не лучшая, получается. Но вот кто плюсик поставил, тем реально. У нас все лучше. Так, кто-то не очень внимательно слушает, но тогда он хуже. Не, не, если ты там ушел чай делать или типа того, ну ладно, фиг с тобой. Но если ты слушал и понял, то ты преисполнился и ты молодец. Так, тут Shadow Demon 4, Тренд на пятерку будет уходить. К вопа, соответственно, в мидл, да? Очевидно, под Shadow Demon можно назвать 40 тысяч миллионов оффлейнеров, которые дают какой-то контроль в контроле и будет очень удобно играть. Да, и зовут его Кентаур. Например. Не, зовут Марс, но он в бане. Кентауром любят играть, коллапсом Кентаура тоже заезжает неплохо. Ну, говорят про Магнуса, про него только хорошие слова. Ну, Магнус вышел у нас из мета. А вот Кент это универсальный парень, который... Сейчас Фантом купика, и Магнус сверху, и все. Ну, вот против Рейс Кента уже хочется что-нибудь не Кентавра брать. Типа Акс какого-нибудь. Можно взять Акса. А можно и Кентавр до сих пор? Можно, что угодно. Может быть, по тму и стрелять. Типа Кент против Пака брать, сомнительная идеология. Хочешь бежать с ультимейтом, позиционку менять, а эта падла такая. Хоряк. Тремкоил. Сидишь, чилишь. Оксана, мне кажется, симпатичнее смотрится в разы. А? А? Это... Вот против ВК это реально не лучший герой. Этот герой не выигрывает. Но против остальных, против остальных он нормальный. То есть он и Братруму сильно мешает корневищами своими. Паку сильно мешает. Виверу сильно мешает. То есть на самом деле... Ну, есть идея в этом определенная. Какая-то. Ну, теперь все фанаты Na'Vi должны просто, типа, этот... Встать и петь гимн. Сейчас Вован с Ластом будут опять спрашивать, зачем Армлетт на Вантерлорде. Кстати, чтобы вы понимали, дорогие друзья, мы во время предыдущего интервью в прямом эфире спрашивали... Господи, Крылаты? Да, Крылаты мы спрашивали о том, зачем Армлетт был Андерлорду в первом матче. Он сказал то, что он не знает, да, по-моему. Я попросил написать в Твиттере. Вот, так вот ответ от Жанны, значит, от... Менеджера. А? Менеджера. Менеджера, да. Коллектива ПакЧамп. На этот вопрос ответ такой. Захотел, взял. Спасибо большое. ПакЧамп. Респект. Во-первых, потому что ответили. Во-вторых, потому что по делу. По факту. По факту. Вот. Продал и продал. Ничего страшного. Будем посмотреть, может быть, здесь будет сработано лучше, и в этом есть какой-то смысл. Мы будем постепенно изучать Армлетт на Андерлорде. Дровку завалили? Да. Это опять же был хороший пик. Опять же по Трента. Трент точно пятерочка. Угу. Надо было в прошлый раз брать ее. Какого хорошего оранжевого качества можно будет пилить? Так. Открываем списочек. Снайпер. Вот он. Это выход снайпера. Откуда? Cool Story Бобина. Это Pure, что ли? Я никогда не против снайпера, но, Серега, это определенно не та игра. Или Clings. Спирит, turn to 4. Апарышин. Точно снайпер. Это прибан морфа, типа? Ладно, там... Это Барра 3 получается? Ладно, там будет бронер. Да, Барра 3. Все, вливаем. Давай так, до аппарата драфт реально был не так плохо. Ну вообще, кстати, можно же было допикать какого-то условного ОД под Барра Трум. Но ОД нету. Можно было что угодно сделать, взять реального флейнера. Но и Спирит, и, видишь, баннеры саппортов. То есть их устраивал Барра Тройка. И Na'Vi на это повелись и взяли саппортов, да? Возможно, они просто что-то знают, а мы еще не знаем. Просто, понимаешь, вот первое правило игры с аппаратом, ты берешь его, чтобы что-то сделать. Кого-то закрыть, вот как Doom там и так далее. Вот ты взял аппарат, чтобы морф не взял перекачку. А у них нет морфа. Опа, что делать? Керри Тэмпларка. Все, 1-1. Сейчас весь чат насчет орать, что у них опять нет керри у этого Вова. Не, это так. У нас эксперты в чате. Но у Na'Vi вообще нет ничего против Тэмпларки хорошего. Поэтому я за 1-1. Серега скажет 2-0. 2-0, Underlord не выиграет Dota. Великолепно. Друзья, давайте посмотрим, какие крутые коэффициенты придумал Винлайн в случае с чемпионами The International, которые отдали одну карту Na'Vi. Что изменилось? 50 на 50. Что вы могли подумать? Ну, серьезно. Невероятно. На все Best of 3. Ну, я даже не знаю, как это комментировать. Зато знаю два хлопца, которым я отдаю слово. Ну, примерно так, что вероятность того, что Na'Vi возьмут одну карту, такая же, как Spirit возьмут две. Но драфт выглядит уже не таким безнадежным, как на первой карте у Spirit. Ну, я бы даже сказал, драфт выглядит шикарным. Даже так. Тэмпларка. И никто ее здесь не напрягает. Раскинь силовик. Она что-то лупит, лупит, лупит. Да, так Spirit у нее не очень большой. Так сказать, маленький, а рефракшн имеется. Пак, в паку он вообще ничего. Да и они там смываются вообще без вариантов. Просто они появились, их нет. Пак, он тоже не тот, чтобы разваливать тэмпларку. Да, он там что-то кастует, дремкует, а она просто стоит и бьет. Нет, тут согласен. Короче, здесь, вот, кстати, подержусь Сереже по поводу андерлорда. Вместо андерлорда, он ненадежный товарищ, да, то есть такой, скажем так, засланный казачок. Вот будет, на самом деле, любой другой флайнер там вообще был без вариантов. Но если он даже ведет афту и узнает, может быть, он раскроется. Да, какие-то такие ощущения, что у Spirit какой-то челлендж. Они Етора брали там раньше стабильных таких кэрри, хардкэрри. Сейчас это кунг-темпларка. Для коллапса, ну, согласен, это поинтереснее уже, чем кунг, но все равно это все-таки не такой привычный персонаж первой позиции. У них сейчас пик, я бы так сказал, намного лучше, чем у Na'Vi, потому что у Na'Vi что, мы имеем 2 силовика, пак. Темпларка что, она покупает БКБ, нажимает рефракшн, 2 силовика и пак, они этот рефракшн будут сбивать целую вечность. А потом, когда-нибудь во время драки, она еще раз нажмет рефракшн. И здесь убить Темплара с Айсен после Блокимбара вообще не представляется возможным. В общем, в целом, все нормально у них с драфтом. Намного лучше, чем в прошлой карте, и поэтому здесь, я тоже думаю, что с большой вероятностью 1-1. Нам решили включить игроков, немножко посмотреть на них. Видел в конце драфта, что Нунчик отходил. Ну, если игра длится 70 плюс минут, то действительно хочется как-то перед игрой, так сказать, подготовиться получше. Кто знает, сколько будет длиться эта игра, потому что здесь мы говорим, да, вот перед получше. А то будет как в театре, да? Опа! Типа поехали. Смотри, смотри, а то будет как в театре, да, вот за прошлую игру. Ты вроде бы, ну, вроде бы все хорошо, да, а тут бах, у тебя кунка без байбека просто в трон въезжает. Это вообще было странно. Первая мысль, знаешь, это пацаны пиццу привезли. Возможно, он представил, что он за рулем Хэвэйл Джолиона просто, ну, просто хотел ехать. И въехал. Нунчик! Нунчик решает, чтобы бизнес-пауза... Оп! Ушел. Не хватило там буквально ухудара. Да. Ушел теперь домой, идти? А если он пойдет домой, да, то значит, минус один герой для того, чтобы забирать руны. О, еще и вард у него тут нашли. И Торонч подласт хитил. Ну, деньги все равно, кому там достались, или желтому игроку, то есть, Мирославу, Мирославу достались. Вообще, я так подумал, знаешь, вот что ты смотришь на этот драфт, да, я вот не обратил внимание, но здесь прям очень хочется Templar'ку тыкнуть в мид. Это, в общем-то, то, что они делают, потому что Templar'ка, ну, имеет шикарнейшие матча против пака вообще один из двух. И Квапу на легкую, да, гибкость немного проявить. Ну, да. Ну, то есть, просто Ятора там будет бегать развлекать всех пацанов. Ну, и там плюс-минус келлица в лейт. А тем парочка здесь, от нее зависит почти все. Знаешь, вот в свое время у нас перед играли, у них там была Алина в миде, она, по сути, делала то же самое. Ну, а Торонто бегал, всю команду развлекал на тени. Илья Коробкин. Торонто забирает баунти рун. Вот так вот. 3-1. Да, да, и это при том, что еще и Витюн мог в теории отжать, но не справился здесь из-за того, что Disruption есть у Shadow Demon. 3-1. Нави хорошо начинают. Посмотрим, как будет дальше. Так, опять пауза небольшая. Требуется. Да, интересная, конечно, получилась у нас, наверное, одна из лучших карт этого года, потому что их пока было не так много. И учитывая, что с турнирной точки зрения, для Spirit очень важно все еще побеждать, потому что хочется не просто первое место, а наверняка суперуверенно. Учитывая, учитывая то, что реально карт было очень мало, то есть это пока была лучшая карта этого года, с уверенностью заявляю. Огонь, огонь игра. Да, в общем, Барик немножечко грустный. Вот он приходит на линию, и что он видит? Он видит Queen of Pain, в который вообще не хочется скатываться, да? То есть Тренд, опять же, довольно-таки душный герой, особенно против милищников. Ну и Вивер, он там что-то делает, но, 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 если ставить центри вард, то Тренд просто вот так вот набегает, тычкует его, и здесь, конечно же, Виверу спознаватенько. У них еще проблема с тем, что рейнджей очень сложно забирать. Обычно вот хотя бы стараются взять такого суппорта, чтобы можно было рейнджевичка добить. Что куча. А Вивер, ну вот ему, он сейчас попытался забежать, ему там чуть лицо не разбили, и он еле выжил. Это поэтому, ну, надо принести хотя бы один центри вардик, чтобы Вивер смог забирать рейнджей, потому что здесь, на самом деле, они не перетычкуют Тренд с Queen of Pain. Там Queen of Pain и Тренд протектор дают двойную тычку, и Вивер с Бариком при всем желании там рейнджа вообще никак не забирает. А потом еще яд появляется у Клопы, наверное. Ну, здесь Scream of Pain получше смотрится, да, потому что Scream of Pain бьет по двум героям, параллельно ты еще забираешь крипчиков по пути, где, я думаю, Scream of Pain он все-таки приоритет. То есть я лоха справился с рейнджом. Так, а также у нас что? У нас коллапс на Андерлорде. Ну, линию он должен постоять хорошо против ВК. Здесь бесспорно. Он, как герой по игре, очень хороший, да. То есть единственная слабость, ну, я уже много раз говорил, да, что по сравнению со многими оффлейнерами, которые хоть что-то делают в Блэкингбаре, там, бисмастеры, может быть, какие-то аксы, он в этот момент немножечко слабоват. Но в Лэдде это один из сильнейших героев просто из-за того, что у него две обилки на процентаж, а здесь такт-то силовиков достаточно. Слушай, да я бы сказал, его сила в том, что, ну да, вот многие герои там против ВКБ что-то могут, но у них, как правило, кулдауна. А у этого всегда все есть. И как раз-таки он очень хорош до появления ВКБ или если ВКБшки там как-то закончились. Забрал. Переиграл, переиграл. И смотри, через 4 секунды будет еще одна арба. И можно еще. И он руну справа тоже забирает, если захочет. Да, да, так. Сейчас он сначала пропушит, да, то есть он как-то полностью контролирует ситуацию. И вот если вот это все дело забрать арбой, ну, по крайней мере, последнего ранжа, он забирает еще одну руну. Мне кажется, для Templar'ки это все равно небольшая проблема, потому что против пака линия одна из лучших в доте для Templar'ки вообще. Ну, из тех, что... Ну, она и без руны, в общем, в этом плане, да. И тем более там еще баунти будет, и скоро появится еще парочка. Короче говоря, для Templar'ки здесь действительно очень хорошая игра, и то, что решили вот так поставить линии, вообще получилось классно. Что у нас? Да, действительно, ты был прав абсолютно скрим здесь у Монитора, и он не качает даже этот кортик. Это душная клюнув пэнт, это супер душная клюнув пэнт. То есть у нее эсэ сейчас есть, он просто делает блинг, сбивает жучка. Брюсбопки. Там еще армор сверху. Да, и тренд ее подхиливает. Так, а теперь у Мейпошки некоторые проблемы есть. Баш не срабатывает у генерала. Могли, кстати, если баш не сработал. И у коровки здесь у нас два брейсера, две веточки. Такой плотный, плотный билд у генерала, чтобы можно было комфортно стоять. Квапе довольно тяжело будет его здесь пробивать. Интересно, как по игре генерал. К бестмастеру его вопросов так много не было. Ему реально было тяжело, особенно в лейте. Там куча лингенсфер, лутусорбов, еще и талант квапы. И все равно, в общем-то, достойно держался. Так, тренд пошел отводить. Вивер идет за ним. На верхней линии у нас вообще уходит на стаки Мирослав. О, тренд здесь смог. Шадоу Демон может стакать сразу парочку кемпов, что он и делает. Ну-ка, Мирослав. Будущее для темпларочки пойдет. Да, это прямо очень приятно. У темпларки и так старт отличный. Вспомните старт Торонто-Токио в первой игре. Было все очень грустно. Он там тысячу проиграл на Клопе и Инвокеру. Здесь интереснее. Ну вот, линия сверху, там уже в рескивингу сложновато. Понятное дело, что он пока отлинирует, да, но там уже Андерлорд с третьим сотку урона. И если Андерлорд все делает правильно, то он, понятное дело, что большая часть крипов забивает Даная. Поэтому Витюна в идеале, конечно, критами добивает спорных крипов. При этом он видит то, что крипчиков отвели. Забрать их будет сложновато, потому что нет какого-то, знаешь, крутого нюка, чтобы, например, законтестить сову, какого-нибудь Рубика с фейтболтом или еще кого-то. И в итоге Андерлорд все это дело очень быстро разбирает. Да, все контролирует. Вот твой любимый таунт ВК на троне, когда он едет. Да-да-да. В общем, линия такая. Личнее начинает подушивать. Солочи начинают фармить здесь. Да-да-да. Чилинг стачим. Нормально. Интересно тоже аппарат. Не самый привычный гость у нас. Так, Квапу нападают у нее. Кстати, блинка уже нет, но тренд есть, который шикарно подцейвливает. Там броня. Генерал решает доехать. Прям под вышку еще один удар. Хотя бы сработал бы баш. Могли убить, но баш не срабатывает в нужный момент. Предательский генерал не хватает. Интересно, как тут так подставился Етора, что и даже блинка ему не хватило, чтобы уйти. Ну и уже есть сапожок у Спирит Брейкера. Он тут начинает напрягать. Хотя по Нетворсу клопа все-таки чуть-чуть впереди. Пак пока что достойно держится, несмотря на то, что линия против Темпларки непростая. Но он ее не проигрывает. Ну смотри, она непростая тем, что вначале там еще плюс-минус нормально, а потом уже Темпларочка вырубает рефракшн, пропушивает линию и начинает фармить лес. Сложность заключается в том, что она просто начинает дико фармить, а паку он фармит в разы медленнее. При этом наказать Темпларку конкретно паком за этот фарм очень сложно. Вот, условно говоря, сейчас он пробушил, да? Может там сходить направо, может там почекать руну. Очень много вариантов, что сделать. Да, Темпларассасин. Ой, Алоха. Алоха перекликивает. Он, кстати, второй раз уже просто без вариантов забирает руну. Да, и баунти руну тут под секьюрил. Ну, вряд ли будет ее забирать, оставит ее паку. В принципе, опять же, Темпларка не сильно расстраивается, потому что она сейчас уходит как раз-таки на стаки, забирает там баунти руну и зафармливает эти стаки. Паташечка у Темпларки уже есть, да. То есть в любой момент она уходит в лес. Вот здесь вот может быть что-то интересное, если Спиртбекер берет шестой. Вот до шестого левела мы видели, как виновь пейн довольно-таки легко уходит. А чаржем, там, блинкой все хорошо, но когда будет шестой, там может быть ситуация, да, что она сделает блинкаут, а Бариковой просто на страйке. Так, а тут, мне кажется, неправильно немножко свои возможности оценили игроки на Ви. А Лоха в итоге за счет пауков пытается... Ой-ой-ой. Ну, там броня. Там висит броня. Вивер у нас довольно-таки битый, несмотря на то, что шести ков не умеется, поэтому нет, нормально, нормально. Да, вспоминаю начало первой карты, где коллапс видел, у Торонто проиграл мид, на легкой линии тоже было все так себе, здесь на легкой линии все нормально, Торонто зафармливает стаки, а у коллапса вообще был топ-нет, раз до того, как Торонто эти стаки зафармил. Еще и брумхендл выпадает, что еще немного доп. урона. Да, вообще супер. Ну и вот темпларка, она уже фармит лес, и паку ее догонять сложно. Паку нужно где-то делать фраги. Ну, первая мысль это пойти к ину в пейн, просто убить за демикойл. Потому что иначе он просто будет фармить и его не наказать. Тут еще и после седьмой минуты, поэтому выпадают три нейтральные шмотки. Это очень приятно. Можно сразу раздать кому-то лопату, кому-то фэрри стринкет, себе брумхендл оставить. И это великолепно. Да, а пак, в свою очередь, он в лес не очень-то и хочет. У кайд паку нужна хорошая руна. У пака пока мало маны. Мы видим, что он там коллапс, замерзает. Но есть питов палец. Нормально работает, смотри. Да, ну тут вивер. Алоха как здорово отыгрывает. Илья здесь, но такое ощущение, что броня спасает тренд протектора. Еще колд фит касается аппарэйшеном, его не хватает. Да, прям очень хорошо здесь Алоха отыгрывает, контролит руны, здорово помогает. Но коллапс забрать не получается. Он слишком жирный оказался. Ну, у него регенов слишком много. Он там стоит под вышкой. И смотри, как уже нарегенивается во всем. Да, да, у него все просто отлично в этом плане. Темпларка Торонто-Токио половины вышки паку уже сбил. Для него немножко непростая игра. Да, и пак, если он куда-то поет ганги, то еще такой момент, как только темпларка видит, что пак ушел куда-то, она сразу же выходит на центр, нажимает рефракшер, и вышка падает мгновенно. В общем, все слишком хорошо у Тим Спирит. Вот в плане лейнинга, да, то есть андерлор, там, третий панатурство, темпларочка. Вообще, первая куин-уфпей на линии тоже все очень-очень хорошо. И здесь уже нави нужно шевелиться и стараться мешать фармить Тим Спирит. Ну, просто генерал удали кортика, аккуратненько его немножко побили. Замедленно лазой оказался. Ну, и убегает генерал. Да, ему уже стоять становится немножко тяжеловато. Особенно, когда он остается один. Ему скорее проще прийти, вместе с вивером напасть. ХП-шечку выбить и потом уже стоять. Хотя по Нетворцу 3200 не так уж сильно он просел. Ну, просто сейчас он медленно фармит. Тот же андерлорд, например. Не дает здесь мира фармить ВК. И, опять же, шадоу демона не переласхитишь особо, потому что если он настахал яда, забрал прямо из-под носа этого Урсича, которого ковырял. Ведь он неприятным. 0-0, кстати говоря, по-прежнему. Несмотря на то, что в первой игре у нас там фрагов было очень много. Правда, по большей части от нави. Худ оф Дефайнс. Его очень сложно забрать сейчас, да. То есть нужен баг шестого, и желательно еще барик. Ну, Лерфо Парэшн. И у них все, кроме ВК, это магия, 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 магия. И Худ оф Дефайнс здесь работает отлично. Да и у ВК пока не сказать, что вот настолько много урона. Ну, наверное, все вместе они его заберут, но будет непросто. По итогу вот у нас барик ставит сложные линии, и сейчас он, по сути, не с кем играть. Ну, вот разве что наверх может сбегать, но Underdoor довольно-таки плотный. А так вот он на линии уже довольно-таки плотно впитывает от Кин оф Пейн. И кортики, и тычку, это нормальный, скрин оф Пейн пробивает. Ну, а вейер он особо здесь ничего не придумает. В общем, ситуация пока для нави ультимативная. То есть им некуда, барику некуда бежать. Он просто стоит, все, что он делает, это получает по лицу от Кин оф Пейн. Только как Underdoor хорошо фармит. ВК. Могут из него на халяву выбить реинкарнацию. Это очень неприятно. Два яда еще. Четвертый. Еще один. Да, он переключает армляд. В этот момент его тут же наказывают. Минус реинкарнация. Причем довольно-таки легко, даже ничего особо не потратили. Наверное, я заметил, что Spirit, вот они любят такие игры. Чтобы никаких там фрагов лишних, просто фармим. И им нормально. Они первую так играли, только на первой линии подзалили. Ну, стаки делаем. Ну, макро у них было очень хорошее в прошлой игре. Они там прям вытаскивали как могли. Сейчас макро будет еще лучше, так как тут темпларочка. По всей карте выставляет большое количество трап. Если гема нет, то трапы вот в такой макро игре решают. Хотелось бы, конечно, от Na'Vi увидеть какой-то... Так, Вивера видели. Говорит ему как бы об этом Торонто, многозначительно взрывая ловушку. Кстати, там нормального урона. Да. Я сразу пошел ловушки чекать. Ага, находит. Сбивает. Плюс 25. Но он тут просто смотрит. Алоха, вот Алоха прям хочет какого-то экшена. Да, и сложно наказать. То есть единственный вариант, когда это парочка фармит, особенно треугольник, это просто прийти в смоки. То, что без смоков будет видно, и вот они идут. Идут, идут, идут. Не допрыгивает пак, но все равно цепляют ее. Пошла ульта. Парайшн неплохо. Ставится сентри и должны ее здесь забирать. Или же нет. Спасает. Шадоу Демон очень вовремя. В итоге Торонто выживет. Да, слишком близко был к своим вышкам. Очень быстрая реакция от мипошки Мирослава. Моментальный подхил. Тут же кидается дизрапшн. И все. И это вылазка. А так хотелось выйти и паку, и спирит брейкеру, и виверу. И наказать как-то. Но в итоге вышли в никуда. Четыре тысячи разом отстают из-за этого выхода во многом. Это... Так. Минус Алоха? Нет, Алоха просто ультует. Мипошка решил вот так вот ультануть. Андерлорд-очко дошел. Андерлорд. Заходит. Я не знаю, что дремкуэла нет. Там Аппарэйш на Маломан. Бычок летит. Летит, бычок качается. Нунчик забирает реген. Пошла ульта Shadow Demon. Кидает арбу. Уходит отсюда. Спрятали его. Не дают перейти в арбу. Торонто могут попытаться забрать ультимет от Queen of Pain. Шикарная игра от Етора. Торонто пытается забрать генерала. В этот момент погибает Солч на Аппарэйшне. И это уже минус 2-5 тысяч преимуществ. Генерала также цепляют. У него все в кулдауне. Он ничего не может сделать. И он погибает. Мирослав, даблкил. Вот это да. Вот это First Blood у нас неожиданно оказался. Это когда 5 героев встретили. 5 героев на реке. И First Blood делали. Знаешь, я вспоминаю первую игру. Там что-то с серией... Счет из серии 8-2 в пользу Na'Vi. Но у них преимущество меньше тысячи. Здесь 3-0 и уже пятерка. Падает мид. Падает вышка сверху. При этом есть тренд, который будет хилить ТВРА. И Na'Vi реально здесь могут оказаться в сложнейшей ситуации. Потому что Spirit'ом еще и заканчивал. Таким драфтом довольно просто. Конечно, конечно. Na'Vi так-то вышки должны бить. Коллапс. Коллапс подхода в Defy. Без ульты не уйдет никуда. Пытаются вот здесь и рвет. Даже Dreamhole забирает. Вот. Ну, в общем, вот таким драфтом очень прикольно обороняться. Потому что, если, например, где-то делаешь вылазку. Допустим, бьешь темпларочку. Она, получается, сначала броню Трента. Потом что-то демон ее прячет. И на самом деле очень сложно кого-то, кого-либо развалить. Что Алуха тут хочет? Он просто за варды бьется, да. Но здесь вот уже яд настакивается. Моб заденает вард мира. Морис, морис, море трапа. Так, 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 так. Есть тики. Будет ли возвращаться? Попытается дальше убежать, чтобы... Да, в итоге не ультанул. Ну, на самом деле, если бьеттанул, все равно тяжело было выжить. Но я думал, что попробует. Минус Алуха. Алуха очень активно играет. Это единственный активный, можно сказать так, игрок в команде Na'Vi. Все остальные пока что... Сейчас будет то самое выселение Трента с легкой линией. Да. Мипошка здесь страдает. С крита забирает его Витюн. Ну и можно будет забрать вышку. Наконец-то. 14-ая минута. Хотя не так уж поздно. Бывало и попозже. Но тем не менее. Отметил бы я то, что Queen of Pain уже купил Саленс. Это неприятная новость для Пака. Да. И для Пака, и для Вивера. Посмотри на Амира. У него 11 сдохнутых кемпов. Это абсолютный рекорд на этой карте. И он на деньги нормально зарабатывает с этого. Да. И при этом даблкил у него еще. И будем называть так. Алоха. Ему тут намазано, что ли. Илюха старается хоть что-то сделать. То есть его можно понять. То есть он как бы намекает парни там, потом парка. Фармит тройку. И фармит она ее быстрее, чем Пак. Вивер может Квапу сейчас с Саленсом найти. Получает Саленс и ультимейт. Все минус. Ну считаем смерть Алохи на этом треугольнике. Да, да. Поэтому он старается как-то по подварде или сделать что-то. Но обратите внимание, сколько там стоит сентриварда. По спирит. Стоят три сентриварда на своей тройке. И там для Вивера вот как бы он не старался, один он вообще ничего не сделает. Там дикая защита. Я давно не видел, чтобы так треугольник защищали на 14 минут. Чтобы три сентриварда ставили, просто чтобы тебе ничего не забыли. Я надеюсь, что он не пойдет сейчас опять туда. На четыре сентряка ломится. Его видны коэффициенты на карту от наших друзей из Винлайн. 1.02 на спирит и 11 на нави. Напоминаю, что под тримом есть баннер. Получайте тысячу рублей, ставьте на доту. Ну а здесь Рошан. Да, это вот то, о чем мы говорили, что таким драфтом с темпларкой, с дезолятором очень легко будет заканчивать. И Товара падает, и Рошан падает. Опять четыре тысячи преимущества. Немножко отыграли нави, но опять возвращается. Достаточно большое преимущество. Витюна пока не видно. Витюн пока фармит. Но ему много нужно в этой игре. Очень. Нучика, кстати, тоже. У него 0.1.1. И ему нужно на ул. То есть у него Вичблайт имеется. Хочется куда-то сходить, но Кейн оф Пейн сейчас сильнее, чем Пак. Она просто сдаёт сайленсы на этом все. Нужен ул обязательно. Ну, так как у нас Кейн оф Пейн и темпларочка быстро фармит, вот три героя, они ищут чем заняться. Вот даже Кейн оф Пейн вместе с ними там. Тренд протектор фармит. Просто тренд снизу. Три героя в миде. Кстати говоря, могут подцепить Пака. Пак играет очень аккуратно. Выходит. Тут же сайленс. Но далеко. Да, у тебя нет такого. Сверху темпларка. Ну, непонятно, что Бларк тут ещё и Барр чуть не убила. Ничего себе. Ну, богатая. На много урона. И делает Блокинг Бар, не Блинк Блокинг Бар. То есть просто такой статичный кэрри по факту будет. Ну, Баррик сам войдёт с Рискингом, да? Зачем за ним бегать? Они сами придут. Логично. Уплотняемся. Мне вот нравится геймплей Тренд протектор. Вот так вот отстоял линию, там, потом занимаешь лёгкую и просто кидаешь лозу. Ты играешь на Тренд протекторе? Мой знакомый играет на Тренд протекторе. Ага. Геймплей прям вот, можно ещё в Альтабе там, какой-то там сериалчик посмотреть. Что-то так раз 30 секунд проскинул и отдыхаю. Ты представляешь, ты играешь на Тренд протекторе вот так в лесу, Альта будешь посмотреть Доту, а там происходит то же самое, то же Тренд в лесу. Это да, такой, знаешь, человый геймплей для тех, кто хочет расслабиться вечером в игре Доса, по-моему. Мипошка, видимо, хочет расслабиться. Я так поглядываю иногда. Он так сидит прямо? На его вебку, да, он так развалился в ней. Ой, тут пака поймали, у него есть пил, но он всё потратил. Арпу выкинули. Вот ещё, кстати, сильная штука. Pit of Malice очень противный тем, что если ты в нём по какой-то причине остался, то тебя после Иула прихватят и всё. Ну да. На миде в этот момент... Вот знаешь, Барик, самый вообще незаметный герой на карте, хотя обычно он самый активный. Это же герой, которого берут специально, чтобы бегать везде, убивать, но здесь... Какой кеда вообще у генерала? 0-1-2. 0-1-2. Практически отсутствует какой-то импакт от него. Прям вообще... И даже непонятно, куда бы он мог побежать и с кем. Так, Квопат тем временем находит Солоча. Это лёгкий фраг для Итора. Ну, уже не стесняются душить по одному, потому что всё-таки преимущество хорошее, можно просто увеличивать его. Захватывает аванпост на 18-й минуте. Ну да, Ятор молодец. Как раз вот он умеет вот... Чем хорошим, тем, что он умеет вот как вот они вот там на Инте, там, допустим, Торонто фармит на линии, он на тени развлекает. То же самое здесь. Пока у нас Торонто на темп процессе набирает, он на Квиндов ПМ бегает и реально развлекает всю команду. Причём билд у него такой очень крутой, просто бегать и находить героя в этом. Алоха нашёл себя. Алоха там курьеров убивает. И он всё ещё на этом же треугольнике. Ну да. И он реально... По-моему, один сентривард он развалил. Да. У него своя война. Он воюет с сентриками, где-то там на вражеском треугольнике постоянно находится. И за ним уже выехали. Кстати, на самом деле он реально ведь эффективный. Ого. А что ты здесь тренд забыл? Тренд очень далеко зашёл. Он ведь реально эффективен. Получается, что он очень много к себе внимания приковывает. И курьера убил. И сентриги там снимает. И мешает. И вот продолжает, продолжает, продолжает. И Тора тут за ним бегает, бегает. Найти его не может. А, Илья мастер такой игры на самом деле. У нас была игра до Нового года одна, где он там бегал на Леоне. Постоянно вражеские оборонительные порядки рушил. Ну, тут уже нужно ловить момент, что темпларочка так-то уже треугольничек нафармила. И она уже может фармить где угодно. У неё Игис. То есть она вражеский лес фармит, захочет, пойдёт вражескую тройку пофармить. Поэтому теперь уже эффективность этих вылазок вивера, она крайне низкая. Просто из-за того, что этот треугольник, по сути, никто не фармит. Вот курьеров убить, да, можно попробовать. Или где-то крипскипнуть, например, да, тоже вариант. Там вот Кинфп находится рядом, но Алоха сразу же реагирует, убегает. Алоха чувствует опасность. Знает, когда скинуть карты, когда пойти ол-ин. Все эти функции в совершенстве отработаны. Так, а тут генерал в лесах. Или генерал, видимо, тоже ему нравится в тринте играть. И он на баре. Оп, побежал. Минус два крипа. Главное теперь уйти отсюда. А пока у меня какое-то выживание. То есть пока на Игис и на Темпларке они вообще не хотят куда-либо уходить. Но вот как только Игис будет заканчиваться, там где-нибудь попробовать-то надо дать хорошее. Так, Вивер. Есть ли свет? Ух. Мипошка замахивался. Но Мипошка, видимо, слишком расслабился, играя на тринте. Ну, Илюха разлюгает. Так, и все, и пошел. Пошел Алоха по тому же маршруту. Катается. Наступает день. Кстати, теперь ему чуть посложнее будет, потому что обзор все-таки днем лучше. Но он находится, да, он опять в своей излюбленной точке. Точка Алохи. Нормально. Но, кстати, он уже тут форманул неплохо. Так, 4200. Так, летит за ним Квопа. Я больше забываю, потому что Иглатор за ним бегает. Но стоп. Так, так, так. Увидел, увидел Квопу. И все разы Алоха переигрывает. Переиграл. Переиграл, уничтожил. Не, я бы Салоха в такие игры вообще не играл. У него, правда, единственная проблема есть. У него мана закончилась сейчас. И у него очень мало. Хотя нет. Тот самый смок как раз. Закончился Эйкес и тот самый выход с смоками. Так, а андерлорда могут? Ну, андерлорда не надо. Лучше его не трогать. Он не один. Там рядом что-то. Подцепили ВК. ВК начинают бить. Ой, там Пит оф Малис. Рудуфатс, Пит оф Малис. Жесткая комбинация спилов. И ведь он разваливается первый раз. Первый раз развалили. Теперь можно второй раз убивать. Но может быть какая-то контратака будет. Пак. Нет, ничего не могут сделать. Вообще просто отдают своего кэрри. Да, тут, конечно, без БКБ такая ультимативная связка. Пит оф Малис. Атос. Еще раз Пит оф Малис. Его все это время ведет имплорасасин. Он без БКБ вообще ничего не может сделать. Мы реально 30% времени смотрим за Алохой. И это, в принципе, все, что делает Нави. Вообще да. По факту. Креп скипает левую верхнюю линию. Креп скипает на миде. При этом убивает Курьеров. Еще и заставляет Етора постоянно возвращаться. И у него все еще Сентряк там на хайграунде. А вот нам показывают деньги за килл и ассист. Ну понятно, что ведь он в основном фармит пока у него вообще. Файт партиципэйшн практически отсутствует. Во всяком случае эффективный. Минус Курьер от Алохи. Работает, Илюха, работает. Уже ручек есть. Я еще после этого слышу где-то, что там Алоха в этой команде лишний. Но только если, не знаю, если 5 Алох можно собрать в одну команду, то есть такого. Так, ну нашли вы здесь. Все, надо бежать. Надо бежать. Маршрут извести. Так, так, так. А теперь обман. Опа! Шок. Не даром он в покер играет, правильно? Так, ну-ка, убьют, нет? Нет, нет. Квапа не стал на него тратить. А, у ультимейта нет, потому что ультимейт потрачен на ВК. Вот так вот. Шах и мат. Жесть. Реально смотрим за тем, как идет охота. Хочется спросить, а что делают остальные герои в команде вообще? Там есть кто-нибудь? Ну, например, вот ВК. Мы его увидели в прошлый раз, когда он умирал. Мы переключаемся на него на 2 секунды, потому что он умирает. Так, а вот здесь папа-итка забрать Квапу. Неплохо. Квапу могут заразвалить. Разваливают Етора. Отлично. Вот здесь команда отрабатывает. Нунчику с генералом ставим плюс. Жирный. Ну, а Лоха постепенно возвращается на свою точку. Там его уже освободили ее. Бежит за курьером. Забирает курьера, почему бы и нет. Сейчас еще Несс интервью разведет. Флаж подобрал, тут валяется. Не торопится. Тренд понимает, что если он ультянгер, то Алоха... Там и Юл, и ульта. Да, жесть, конечно. Если Нави еще зацепится за эту игру из-за Алохи, это будет вообще... Вот Нави, я думаю, сейчас таки свет, блин, круто, чтобы все наши герои вот так вот могли бы бегать в шокучах. И было бы нормально. Каждый бы мог чем-то заняться. Хорошо, что кто-то предложил взять Илью в команду. Реально классно. Гену в позиции. Позиции. Там Underlord. Коллапс. Я не знаю, с Коллапсом не очень хочется драться. Так, переключаются на Shadow Demon. На Shadow Demon. Коллапс пытается просто улететь. Пошла ульта от Operation. И Коллапс уйдет отсюда. Да, нечем выкинуть миру. В итоге за счет Dark Rifx уходит. И они вернутся. Сейчас хороший момент. То есть они вот прямо сейчас все дружно возвращаются направо. Продолжают забирать вычки. У них все очень хорошо по замесу. Пока Алис Кинг без Блокинг Барнат вообще нужно форсить Дракену с топом. Просто чтобы они полностью реализовывали Питов Малис и Атос. И Спириты у нас не хотят. Как там Алоха нашел Темпларку и он не хочет с ней драться. Спириты в этой игре не хотят торопиться. Они просто будут забирать ульту. Илья. Ай-яй-яй-яй. Илья ульту. Нужно нажимать. Он нажимает ульту. Уходит отсюда. Эссенс Ринг у него. Витальти Бустер. Ничего себе там слотов. Барик. Ну как? Барик. Да, он рядом в Шаду Демон. Но нечем просветить. И Шаду Демон не обладает таким мувспидом. Поэтому ходит. А у Барик еще и граната на мувспид. Обновленный коэффициент от наших друзей из Винлайн. 1.05 на 7.50. Конечно, все еще в пользу команды Спирит. Так, Юл. Вот Юл не работает против Питов Малиса. Это прям очень неприятно. Все равно застревает. Но у Андерлорда просто нет демеджа, чтобы пробить этого вивера. И Алоха в очередной раз всех обыграл. Фласка. Четыре фласки. Это с лопаты он накопал. Как я понимаю. На будущее. Ну, Спирит тоже особо как-то никуда не торопится. Я так понимаю, они ждут Рошана второго. Нужно дождаться Рошана. Выбить Шард спокойно. Кстати, Шард здесь довольно сильный. Потому что это и Квапе Сайланс, и Темпларке Сайланс на ловушке. Очень хорошая штука. Так, Алоха. Есть Юл. В этот раз есть ульта Уфин. Но есть Юл. СН3. Нажимает. Уходит. Паш. А, ульта в кулдауне. Вот так вот. И Юлечек тоже не стал жать. Потому что мана не хватало. Алоху поймали. Ну, ничего страшного. Это всего-навсего четверка. И пока что сделал он все равно гораздо больше. В плюс. Мне нравится геймплей Парэйшен и вот Барри Кэсп на мини-карте. А очарование. Да, там что-то... Ой-ой-ой, какая ошибка от Пак. Он потратил арбу, и Питов Мальс ему сейчас дают. Как же тяжело будет уйти. Уходит отсюда с блинка. Нун. Еще одна арба. Но получает ультимейт Шадоу Демона. Уходит фейсшифт. Сайландс. Питов Мальс. О, Родофаттас погибает. 65 секунд. На, Нунчик. Далековато здесь зашел. Сначала Алоху. Теперь Нуна. И теперь можно выходить, может быть, даже что-то подпушить. Да, я плюсую. Геймплей... Вот, знаешь, хочется какой-то разбор после этого, где отдельно посмотрим, что делал каждый из игроков. Потому что мы смотрим в основном на одного. Так, вот сейчас неплохо. Находят Кьюн оф Пейн. Попытка ее забрать. Так же... Ну и не туда летит ульта Апорейшена. И тем не менее хватает урона. Отличный келл. Хорошая игра от генерала. Выследил Квапу. Снизу поставлен Вард. Довольно агрессивный. Я Тора. Это уже вторая смерть его. Но появляется Раша. Вопрос здесь только в том, кому хотели все-таки шарт отдать. Квапе или Темпларке. Но я думаю, что не будут особо с этим Рошаном тянуть. Учитывая, что руна дабл дэмэджа. Сейчас просто два удара. Перехватили авантоз. Прямо по такой игре хочется темпларочка. Сталинс особенно. Который вот на этих трапах. Прямо сейчас будет крайне эффективен. Букинбаров там. Вообще, по-моему, особо и нет ни у кого. Многие герои против всего этого дела страдают. Да, так и есть. Так отдают ей. Хотя Квапа все еще в таверне. Там можно было бы передать чуть позже. Но я согласен, что ловушки с Сайленсом. Это для суппорта в такой игре очень неприятно. Так, там Барик куда-то разбежался. А не зря Ли. Ой-ой-ой. Сама захексился. Не залетел в него Радуфатас. Вышел в какой-то доли секунды из Вижена. Но проблема, в общем-то, не особо решается с тем, что мид пушится сейчас. И пойдут Team Spirit, ну, я так понимаю, до конца. Ждут они крипов. Вышла Квапа. Тут вариантов много, да? То есть, либо мы заходим, либо мы там еще где-нибудь ловим. Потому что такт и их способности на поимки того же Баррика, они с каждым разом все улучшаются. Но они, честно, как минимум стягивают Нави на базу. Сплит пуш от Генерала пошел. На Барри. Спешили зайти, попробуем. Ну, аккуратно, да. На самом деле, Нави-то. А есть им чем спамливать? Мне кажется, не так уж просто это сделать. Тарун Токи уворачивается от ста на Мелда. И начинает за счет своего Dragon Lens'а с приличной рейнджера стреливать Тауэр. Используется Fortification. Алоха, внимание, крипов больше нет. Да, да, да. Тут еще, да, проблема, что... Ну, пока еще нет такого, прям... Как это назвать? Такого демажа, что прям зайти и за раз все сломать. Поэтому, ну, его нафиг говорят спириты и просто пойдут дальше ловить противников. Так, там Бару поймали. Ой-ой-ой. Бару поймали. Он по КБ. Он подходит Гена и бежит. Подходит Шатен. А, ТП в кулдауне. ТП в кулдауне, какая беда. Да, вот этому спит, конечно, у него под улетой Shadow Demon. В итоге погибает. Да, и вот несмотря на то, что они сейчас не заходят, но под трапами Temporasasin очень удобно ловить вообще ковуку. ВК могут поймать. Это очень неприятно. У него БКБ есть. Ну, тренд. И с трендом он ничего не сможет сделать. Да, и пак пришел. Ну, пак на духу. Пошла ульта. Ульта не попадает ни в кого. Пытаются квапу забрать. В итоге ВК разваливают первый раз. Ставятся. Тут же Питов Мальс. Будет ли БКБ? Ну, БКБ не нажать. Ну, точнее, нажать, но бесполезно. Потому что все равно есть ульта. Да, да, забирают Райс Кинг, который прожал БКБ. Опарэйшн пытается сделать телепорт Опарэйшн. Отпускают. Вивер уходит отсюда. Но Алоху просто так не взять. Алоху. Курьера думают забрать или забрать. Решим не забрать. Или пойдет? До конца. До конца. До конца, Люх. Там еще и Нунчик. Нунчик понял, как надо играть в этой игре. Взял пример с Алохи. И вот. И теперь он здесь. Ой, теперь начинаем. Нормально. Работаем. Правда, есть между ними довольно существенная разница. Так, тут Вивера ловят Вивер. Руты. Ультимейт пошел. И Света нет. И уходят. Нет, все-таки ловят его. Слишком много сантариков. Зато Нунчик ушел. Нормально. А так бы Нунчика убили. Шмотки смотрим. Нейтральные. Ну, тут, мне кажется, особо... Философский камень. Пикпол. У Рейс Кинга. Ну, кстати, интересный выбор, да. Это, видимо, на... А что бы ему взять, если не пикпол? Ну, кстати, у него нет реально крутых шмоток. Поэтому он взял просто вот эту хрюшку, чтобы в ней убегать. Но я думаю, как раз сейчас можно на третьем тире выбить что-то хорошее. Спирит. В очередной раз двигается по миду. Пока мы смотрим за режимом выживания от Нави. Видите, он там в форме свинки. Выходит с базы. Так, аккуратней. О, мир отцепляет его. Пак. Пытается не дать продлить комбинацию. Витюн там склеснулся своими иллюзиями. Есть БКБшка. Ну, есть же БКБшка. Но, видимо, решает просто потратить ультимейт. Хорошо, ультимейт потратил. Здесь подходит тренд. Можно нажать БКБшку, но тренд дает овергроз. И это второй раз подряд. Витюн залетает от Оперейшн. Неплохо, но Витюна забирают. Можно было сразу нажать БКБ и уйти. Тренда здесь не было. В итоге дождался тренд протектора. Странный момент. И крипы подходят. Алоха не успел крип скипнуть. Илья Коробин. И Пак опасается. Пак. Пак получает Хекс. Очень много урона в Паке. Пака забирают. 70 секунд его не будет. Он выкупается. Будет драка на базе. Алоха успевает ультануть. Неплохо. Забирают Темпларку. Но это только Аегис. И Темпларка встанет. У нее уже нет Блокингбара, кстати говоря. Но есть рефракшн. Спиртбрекер пробегает неплохо по всем. Кьюн оф Пейн отступает. Спиртбрекеру больно. Он вынужден отходить. БКБш к нему заканчивается. Хекс. В Аппарейшн. Аппарейшн под корнями тренда. Ква. База летает на базу. Очень агрессивно. Етора. Етора здесь заигрался. 75 секунд без него теперь. Как-то он не смог отступить. Или вышел там на второй волне. Атаковать. 11 тысяч за командой Спирит. 16-6. И опять они не смогли допушить. Хотя, конечно, выбили очень много ресурсов. И увеличили свое преимущество. Ребятки качается. Мне нравится то, что купил Торанто Токио. Он купил Хекс, просто чтобы моментально расправляться с Паком. Потому что Саленс это здорово. Во многих моментах Паку он в каких-то случаях способен уйти за счет Иулла. А вот против Хексу у Пака никакой защиты нет. Да и не скоро будет. На темпларочке так необычно. Так, Алоху. Поймали в очередной раз. Иул пошел. Сейчас могут его подцепить. Да, Хекс. Против Ивера тоже работает великолепно. И поэтому будет теперь... Битюн. Уфа. Он в коллапсы врывается. Коллапска стогнул телепорт. В него вливать урон уже сомнительно. Может быть он... А, нет. Он просто увозит вместе с тобой. Просто увозит на всякий случай, да. Понадежнее решил сыграть. Ну и просто уходит. Забрав Вивера, аккуратно отступают. Дожидаются Квапы. Видели Шадоу Демона. Видят его до сих пор. Но нужно очень аккуратно выходить. Не могут выйти из-за двух вышек, которые все еще стоят на миде. Тир-1, тир-2. Ну, генерал в позиции. Ну, это плохие новости для него. Идет. Его увидели. Да, все. В позиции. Тренд контролен. Все. Просто раз за разом выбивает одну БКБшку за другой. И все равно наказывает. БКБ контроль, который в этот раз есть у спиритов, решает проблемы. Причем именно вот просто даже сбить ТП. Достаточно. Нет спиритбрейкера. 51 секунду. И опять спирит идут по центральной линии. Пытаются они все как-то сломать. Нави выживают. Ну и они прямо молниеносно выгоняют Нави стройки. Вот мы видели, что только что шел в Рейс Кинг. Только что шел в Оперейшн. Моментально, ребята, сразу же перетянулись на треугольник. Вот. Поэтому, что одному же второму пришлось уходить. У Пака остались варианты, где он вот так вот как-то из лесу кидает арбу. И ни в коем случае не подставляет, чтобы его не накрыли. И по итогу, да, разница. Разница огромнейшая между Паком и Тэмпларкой. Да, это тут еще и там всякие пауэрапы с Рошанов и байбеки. И вот мы видим, к чему это все привело. Ну, это читалось. Тэмпларка против Пака на линии. В игре, где Тэмпларки особо никто ничего не делает. Я рассчитывал на работяга Рейс Кинга, но как-то... Как-то им не хватает. Да, очень много слотов. Теперь пошел дэмэдж. Свифт-блинк, там Дейдалус или... Ну, Дейдалус, наверное, не МКБ. Забрали-один снизу. Да, вот Дейдалус уже готов. И теперь только Свифт-блинк остается докупить. Алоха! Тэмпларка, кстати, ждет. Смотри, смотри, Тэмпларка видит. Читает, читает, читает. Немножечко допрыгивает. Еще и ударил по крипам, рассекретил свою позицию. А тут, кстати, контратака от Нави. Сейчас Алоха может забайтить реально крутую драку. Или... Поставили варды. Бара бежит. Бара бежит. И он поедет до конца. Прыгает в Тэмплар Ассасин. Можно пытаться ее забрать, но... Коллапс успевает кастануть Дарк Рифт. И... Нет, и отменяет его! Отменяет, потому что Спирит готовы драться. Коллапс на развороте в Питов Мале ставится. Ну, он поднимает себя в Иллу. Пытается жить. Тэмпларку забирают. Неплохо. 94 секунды без нее. Шикарная ульта от Етора. Минус Спирит Брекер. Также у ВК есть некоторые проблемы. Его заберут первый раз. Нет, это вторая смерть. Это уже вторая смерть. Нунчик уходит на блинке, на арбе. Также ловит Алоху. Есть у него ульта. Он уходит, но тут же получает Сайленс Дизрапшн. Все в себя получает Алоха. Поднимает в Иллу. И погибает. Дабл келл от Етора. В этот раз впитал все в себя. Как раз таки Торонто Токио. Вот он файт рекап. Ну, читая друг друга наперед, да. То есть Торонто прочитал, что Алоха пойдет спидпушить. И заранее стоп шелстон. Ну, немножечко не допрыгнул. Моментальный ответ Канави. Они сразу же побежали на Тэмпларку. И очень хотели принять. И, кстати, приняли. За что вообще молодцы. Но тут же Спириты оказались уже в позиции. И там уже так вот. Бегает Барик. Андерлорд уже прожимает ультимейт. И Шеду Демон тут же сейвит. Но они, кстати, могли вполне отступить. Я имею в виду Спирит. Потому что Андерлорд успевал улететь вместе с Тэмпларкой. Но он просто решил отменить ТП и подраться. Ну и в принципе он в итоге был прав. Да, Тэмпларку они отдали. Но остальных героев они позаберут. Ну, прямо видно, что Спириты очень хотят подраться. Они вот пытаются что-то сделать с этиммобильными героями. С Паком, с Виром, с Бариком. Ну, периодически получается. Поэтому, видимо, любая драка уже для них это просто самый настоящий кайф. Потому что у них как раз герои созданы исключительно для драки. Знаешь, момент, в котором Етора залетел на кунки в прошлой игре на 76-й минуте без байбека, дал мне понять, что они реально хотят биться. У Нуна есть еще разобранный андиск, который он пока что не успеет забирать. Если будет критическая ситуация, главное там успеть нажать. Я в Ампларке уже думал о 0-5. Так, Алоха. Алоха? Алоху поймали. Фит оф Малис, Род оф Атос пытается убежать. Сайланс поднимает себя в юл, может успеть поражать ультимейт. Нет, Сайланс, еще один, забирают его. В этот раз Илья далеко не вышел. И подъезжают две катапульты. Будут ли Спирит драться? Нет, Спирит просто делает пару киллов, отступает, потому что Рошан появился. Третий. С чем? С кем? Рошан с чем? Рошан с кем? Вариантов не так много. Парочка, давай. А, да-да, идет... Нет, Тэмпларка, кстати, не идет. Тэмпларка там чем-то занимается. С рефрешером, Рошан. С рефрешером. Ну, это сильно, потому что это и два ультимейта на Квапе сильно, и два ультимейта на Тренте неплохо. Кстати, Трент взял кем себе. Тоже хорошее оружие для контроля карты. Коллапс здесь уже готовится кого-то ловить, но Навис поспешно отступает. Генерал даже отменяет разгон. Ну и Коллапс аккуратненько отпушивает линию. Так, рефрешера дали Квапе. Все-таки два Соник Вейва, это очень много урона. Главное, не как в прошлой игре, когда в Нунчика все гастанули. Он выжил. 16 тысяч преимущества, 22-7. Спирит вроде как уверенно все контролирует, но никак они сторону не сломают. Вот единственное, чего им не хватает. Все, Нави умудряются как-то засплитить, развлечь. Наверх улетает Коллапс, ничего себе. Ну, сейчас, кстати, хороший момент, да. Пак у нас находится на базе, Ир находится сверху, он еще не успеет притянуться в центр. И просто по центру заходим, ну, как минимум два раза они нахага зайдут. Да, и Аванпост под контролем, здесь очень тяжело передвигаться. Тир-1 на миде есть все еще, снизу никого нет, Пак только туда. Кстати, Пак видели на Варде, при этом знают, что он здесь. Вивер тоже далеко не успевает нормально пропушить. Есть Фортификейшн, правда. Это на первую волну, допустим, да, вот там парочка заходит. Так, получает Хекс, потому что в Лотус выдает, но есть под сейв. Есть под сейв, сбивает себя в луков, залетает ульта Ancient Operation, нажимает БКБ. Ну, кстати, даже по вышке и удар они сделали. Да, минус два ульта, с другой стороны. То есть два ульта потратили, сейчас подходит очередная пачка крипчиков, заходим, и там уже двух ультов нет. Так, и у нас тут ставится пауза. Видимо, эта игра слишком долгая уже для того, чтобы... Ага. Нужен ребут. Разделились, мнения разделились. Может, а может, можно и то, и то. Ну, может быть, может быть. Я, у меня, слушай, 40 минут уже прошло с драфтами, там, и то больше. Возможно, ну, там, Арбукзов наелся, хотя не сезон. Всякое бывает. Ну, и Солочи, как мы видим, выходит из игры. Ждем, ждем возвращения. 17 тысяч перевеса, в Na'Vi продолжают выживать. Да, игра, конечно, не в пример первый. Если Na'Vi, конечно, не сделают какого-то камбэка. Вот если сейчас камбэк произойдет, вот это да, вот это будет момент. А так, пока что 38 минут Na'Vi проигрывает эту карту. В течение 38 минут, я бы даже сказал, проигрывают. Ну, и нужно как-то зайти. Крепы по миду подходят. БКБшки у темпларки с другой стороны нет, но есть Aegis. Сверху крип скипает. Теперь уже спириты, чтобы линия не пушилась. Снизу вроде как тоже линия толкается в их сторону. Оп. Это Витюн. А сзади... Кто сзади? А сзади дядя с фотоаппаратом. Фотографирует. У нас тоже... О, Нунечка возвращается. У нас тоже была учительница по английскому языку, которая с фотоаппаратом сидела. И если ты чем-то плохим на уроке занимался... А, ну понятно, конечно. Столько пить. Водицы. В общем, она все время фотографировала, если чем-то не тем занимался. Возможно, здесь тоже фотограф. Ну, самое. Вдит. Ну, да, да. И потом отчет там менеджеру. Я ору. Это из рекламы. Я ору. Покупайте бандлы команд. Какие вам нравятся? Наверное, пока это, что именно. Наверное, да. Шутки теперь уже над админом, бедным и несчастным, который каждый раз стремится для зрителя, чтобы было больше контента. Спрашивает, ну когда, что, почему пауза? Почему у нас какие-то перерывы? Над ним вот так вот все издеваются. Да, куда ты побежал, Барик? Кстати, Барик начал очень ему заняться. После покупки Shadow Blade попроще стал гением. Он хотя бы подфармливает. Красава. Да, так вот пачку залетел, забрал, быстренько ушел вниз, побежал дальше. Там сейчас некоторая проблема есть у Na'Vi с нейтральными шмотками, потому что... О-о-о-о-о-о. Уже ждут, уже ждут. Нунчик, но Нунчик далеко. Надо с Хекса, надо с Хекс. Так, так, так. Блин, Хекс... А Нунчик не будет прыгать. Да посмотри какой он. Аккуратный, осторожный. Next Level Play. Ну, сейчас могут обойти. Вардов тут нет, еще арбо пустил. Да тут уже кругом враги, жесть. Они подкрались со всех сторон, живет, АНДИСК собрал, но не помогло. Кстати, Питов Малес реально против такой игры супер артефакт, потому что АНДИСКИ, ЕУЛА, ничего не работает. Ты приземляешься, опять в корнях. Алоха! Алоха попался. Не успел. Ушел. Надо было взорвать. Да, ну не среагировал здесь. Ну слушай, пака нет, идеально он не должен дойти. И, кстати, выбили все Тир-4 шмотки, в то время как у Нави практически ни одной нет. Это еще дополнительное преимущество. И 20 тысяч перефарма тоже на месте. ЕТОРО. ДД на Темпларке. Ну, если не сейчас, то я уже не знаю когда. Все есть, абсолютно. Аквапа не дает Виверу пропушить. Хотя скорость атаки солидная, потому что Блаторн взял уже. И Пен Дэдж Сворд, так что и урон с руки хороший. И дальше, дальше ЕТОРО не выпускает крипов. И вот, заходит, но сейчас будет, дайте-ка угадаю, фортификашн. Нет, идет Генерала, поднимают его в Юл. Фортификашн пошел. Следующая пачка в пути. Ульта от Солоча. Залетает по Торонто Токио. Но того Аегис, поэтому он просто разворачивается и начинает бить Соло. У Соло срабатывает нейтралка, Соло забирают. В итоге Генерал. Отличный пидофф Малис от коллапса. Торонто Токио все еще с ДД. Продолжает бить. Большие проблемы у Рейс Кинга. Но Рейс Кинг выживает. Байбекает Сапак, байбекает Сеншент Оперейшн. Темпланку все еще не добили. И еще полторы минуты будет Аегис. Поэтому надеяться на то, что он исчезнет, не приходится. Слизблинг прилетает к Торонто Токио. Фортификашн нет. И можно наконец-то избивать вышку. Под Хилл взлетает в Темпланку. Работает Мипошка. Падает Тир-3. Торонто пошел дальше. Хекс. Но правда опять Хекс Лотус. Опять сейчас он себя может сам убить. Под сейф от Мирослава в виде дизрапшена. Тир-3 упало. Пак ставит Дримфойл. Очень больно. Там Витюн подкрался сзади. Говорят Шадоу Демона. Но что-то как-то не хватает урона. Выбили Аегис. Правда Витюн также теряет свою реинкарнацию. Будет Лепетов Малес. Нет, не успевает поставить его Андерлорд. Но как же больно Витюну. Сколько физики в него залетает. Минус Витюн также. Опоречен после байбека. Подставляется. Забирают Солача. У двух героев байбека нет. 75 секунд. Подцепили здесь еще и Вивера. Вивер поднимает себя в Еул. Поживет какое-то время. Алохо. Но Соник Вейвом. ГГВП. ГГВП. Эта карта закончилась. И конечно после прошлой она выглядела совсем не так эпично. И достаточно одноколично. По факту 41 минуту мы смотрели за ним как Спирит давит. 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 И в итоге они задавили без камбека. Ну в этот раз Спириты решили не экспериментировать. Просто взяли одного хорошего надежного кора. Который просто пофармил. Нафармился без шесть лотов. И спокойно зашел на ХГ. И видим что вот с таким раскладом где у Спирит есть план Б. Они играют несколько раз лучше. Ну по факту просто темп только появилась. И нечем было ее контрить. Ну где-то там уже шестого левела. Когда она поставила трап и пошла фармить на С. Да. Просто более надежное. Как Спирит в общем-то всегда и играют. И получилось отлично. Темпларка смотрелась здорово. Мы практически не увидели ВК в этой игре. Мы практически не увидели Барика. Зато мы очень много насмотрелись на Вивера. О том что в этой игре происходило. Почему и как разберется студия аналитики. Вернулись мы к классическим Team Спирит. Которые как обычно показывают уровень практически безошибочная. Дота. В которой они позволяют себе лишь маленькие такие фишечки. Где они может где-то порофлить. Где-то еще что-то такое. Но прекрасно понятно что они полностью под контролем. Держат всю карту. И это с одной стороны обидно. Потому что мы не получили с вами ту интриг, которая была на первой карте. Но с другой стороны мы видим ту доту, к которой мы привыкли от ТС. Даже сменили роли. Ну поменялись на одну карту. Ролями, да. Что у тебя плеймейкера играл Ятера. Вот. Аранд просто уфармил. Как раз на этом парке Смита. Даже при таких раскладах они все равно умудрились легко закрыть эту карту. Ну с таким-то андерлордом. Походу андерлорд на игре только у Спирит. Ну вообще нави играли в ПВЕ. А Спириты мешали играть в ПВП. И типа ломали их песочек. Потому что бежит один грибов пивать. Второй что-то хрипскипит. Третий там залетает. Физблот когда был? На двенадцатой минуте? На двенадцатой минуте. На тринадцатой Физблот был. Ну на двенадцатой не получилось. Чуть попозже ты на тринадцатой. Этот самый. Все прикольно, замечательно. То есть Бара, Пак и Вивер фармят. Как остальным деньги брать? Ну все что я слышал от Майло. А у аппарата был философский камень. Пока играл в третью шиноби. Все что я слышал от Майло. Это то что алоха, алоха, алоха. Где-то есть, где-то есть. Ну можно сначала на кодом бегать. Потом Пак включить. Потом Спирит брейкер. Да. То есть почему-то нави при довольно активном драфте вроде как. Довольно много фармили. Алоха был просто самое интересное что происходило на тот момент на карте. Просто они фармили. Они не могли никуда выйти. Могли как-то нормально напасть. Ну вообще у них есть возможность. Нет, нет. Опять же барыч, пак. Туда ульта аппараты. Это глобально. Глобально есть. Но вот когда они стали это делать, них реально не хватало сил. Ну что-то они нападают. Ставится там вот ульт пака. Выбегает баратрум. Прыгает в ВК. Все здорово. Затеримый шадоу демон. Спокойно пролетает. Подходит. Прячет тебя. Да. Корни потом сразу. Потом корневище. БКБ не работает. Ничего не работает. Я обратил, что им тупо не хватало урона, чтобы быстро это сделать. В отличие от темплар, которая еще в конце бахнулась седа и дауза. По ДД заходила на противнику на подфонтан. И там типа 160 на 430 урона. Типа на 600 бьешь. И непонятно как жить. В принципе система с микро подсейвами, которая была развита именно у Team Spirit на International, где у них всегда был один подсейвер. И он работал всегда просто нереально круто и сильно. И точно, если мы видим в драфте каких-то шадоу демонов, бейнов и тому подобное. И там Oracle. Это значит то, что Spirit играет серьезно. И сейчас начнется. Ты постоянно будешь в инициации получать по щам. Просто потому, что все твои спелы будут идти в половину молока. Флай любил так играть. Айзи, который из рельтайн. Все время на Dazzle играл. Что? Все время Dazzle был в Интерверне. Ну у него Dazzle, Visp, Интерверне и так далее. Ты его плейстайл и за счет этого он тоже очень много турниров взял. И хорошие, неплохие результаты у него за карьеру. Только что сейчас не все так гладко. Не, они отобрались. Ну о том, что типа, где надо целый сезон пропустить, считай. Это имеется в виду, что они уже на Мажоре. Не, они со второго Дива играют. Не, ну я про то, что ты не пропускаешь сезон, ты пропускаешь первый, третий сезон. Ну пропускаешь мейджор, я имею ввиду. Мейджор, да, ну. Я про то, что у нас с Kist Rejector тоже не все хорошо. В таком случае. Но за Руэстли у них реально все хорошо. И там на самом деле все хорошо. То есть ты с командой, ты играешь, ты не на банке. Так же. Смотря с чем сравнивать. Все лучше, да. Смотря с чем сравнивать. Да, Тима. Со всяко лучше. И там, по-моему, что Андерс, что любой другой здесь герой бы смотрелись ровно точно таким же образом. Ну этот довольно неплохо выручал ситуацию, где им было лениво драться. И надо было просто идти. И очень круто ловил. Потому что Пака наказывали много раз, Вивера наказывали много раз. Потому что у тебя вот герой с реально крутым подсевом, контролем. Потому что ни Юл, ни Айон тут вообще ничего не спасало. И, слава Богу, что нет Армлета. Рода Фото с первым архефактом и по так далее. Мне кажется, он чисто этот драйверов сообразует стоил им игры. И теперь мы будем это обсуждать неделями. Да, да, да. Теперь у нас есть тема. Во-первых, это инфоповод. Да. Который почему-то не на Сайберспорте еще, кстати. Попробуй в другой известной игре. Скажи Ярославу, чтобы он обсудил Армлет. Или флайю. Или лил. Да, да. Что шторму. Даже адекватно смайлом можно закинуть эту идею. Вот если они что-то напишут, все-все. Мам менталочка на Сайберспорте. Хорошо. 7,27, но вот опять же, то есть до пика аппарата для меня этот раз выглядел получше. И так непонятно, зачем он нужен был Сайберспорте. Какие макрозадачи он решал? А какие ваши предложения? Я думаю, это пре-контрпик типа Морфа и других подобных героев. Ну то есть они хотели тем, что они не забанили определенный пул, хотели не дать противникового взятия. У тебя просто практически все герои, на которых играет Леха, забанили. Ну да. И он добавил типа, а ты про поводу того, что ему не с чем было играть? Кому и даже говорили. Я говорю, сейчас у него забанили Сайберспорте, сейчас фурионы пойдут и вот это все прочее. Пошло. Вынудили, вынудили взять что-то такое. Просто мне казалось, что был Диздрик, не в бане. Его забанили, попозже его забанили. По-моему, на первых стадиях уже не банили. Но мне казалось. Ну тогда мои соболезнования. Надо расширять пул, сколько может, 35-40. Реально пора подкачивать. Да. Не, ну не настолько старый, я понимаю. Но я про то, что пора подкачивать. Маппу. Я хотел сказать. Херопул подкачивать. На вертига начинаем. Ну да, да, да. Давай Коббл возвращаем вместо этого. Леха часто в КС играет. Порядочно. Это рофлы про бан над нами. Можно и маппул. Порядочно играет, да. Оно про то, что можно ему расширять пул этих героев. Потому что вот пробежавшись по всем персонажам, где условно берешь, я не знаю, там даже Чена, а он играет на нем. Линию бы выиграл, по карте был бы полезен. То есть просто этот аппарат, он реально крутой герой, когда вот, или, например, там, ну он реально хороший пример сам по себе, против условного там, Марфа, когда он уже есть. Но кадрить героя, которого нет, это плохая идея. Знаешь, что тут хороший был бы? Оракл. Оракл был бы хороший, Леха играет. Даже ничья была бы нормальная, потому что они пришли бы, они бы продушили хотя бы линию. С аппаратом ты пришел, ландерлорд, я смотрю, вот он стоит, типа, крип очень раз, крип очень два, работяги и высший работяг форманули, крип очень три, крип очень три. О, большой крип, минус витюн. Типа. Потому что наше время подошло к концу в этой аналитике, так что мы отправимся на небольшую паузу и вернемся к вам с третьей картой.